В этой программе «Особое мнение» меня зовут Светлана Занько, напротив меня Олег Ткачев, член общественной палаты, директор Центра поддержки некоммерческих организаций. Добрый день, Олег. Добрый день. Начнем, пожалуй, со следующего. Вы наверняка ознакомились с крупным интервью нашего губернатора, одной из очень известных газет. В газете собрано, в этом интервью собрано практически все, о чем писали СМИ за предыдущие 3-4 месяца, и очень сложно мне даже составить впечатление, собственно говоря, по этому интервью, от того, что оно очень длинное, всеобъемлющее. Ну и, честно говоря, очень часто отрывалось от этого интервью и не понимало, собственно говоря, для чего это сделали, это интервью вообще сделано. Для того, чтобы в очередной раз собрать весь материал и повестить все население нашей страны о том, кто такой Никита Юрьевич Белых, для того, чтобы просто поставить галочку в своем журналистском задании. Или, возможно, я не права, и у вас действительно есть какие-то яркие впечатления от того, что здесь было сказано или какие вопросы были заданы. Ну, интервью действительно большое, многосложное, многоуровневое. В целом интервью демонстрирует то, что Никита Юрьевич спокоен, знает, что желает достичь, что делает, ситуацию контролирует. А то, что позиция авторов интервью, журналистов делать его побольше, покороче, ну, это вопросы, наверное, к ним. На самом деле, действительно, интервью описывает ситуацию, при которой действительно впервые в новейшей истории России к губернатору пришли с обыском. И эта ситуация, она действительно интересна, потому что это однозначный сигнал, это публичный сигнал, однако сигнал кому и чей. Понятно, что к персонам уровня губернатора, то есть обладающими допуском и к секретности, и прочему, так просто рядовые следователи не приходят. То есть понятно, что... Вот не просто рядовые следователи пришли, тут спецназ еще пришел, в этом закалывка. Да. Понятно, что такие процедуры в отношении губернаторов санкционируются, ну, где-то не здесь. Ну, то есть это компетенция федерального центра, и понятно, что то, что все эти действия получили такую широкую огласку, там буквально на следующий день было видео, как бригада заходит в кабинет. Понятно, что предоставленные материалы там снимались намеренно, выкладывались намеренно, там такая оперативность в освещении, там такое обилие комментариев. Да, некоторые даже подозревали эти действия как честникой пиар-компании. Да, да. То есть действительно это публичный сигнал. То есть мне кажется, что вопрос не в том, что искали, а вопрос в том, как это делали. И сигнал, возникает следом вопрос, сигнал кому и зачем. Если это федеральный центр пытается сказать всем губернаторам, всему губернаторскому корпусу, что смотрите, с сегодняшнего дня все будет немножко иначе. То есть вы, являясь главными должностными лицами в своих регионах, не избавлены, как ранее, от таких вот процедурных действий. Если сигнал заключается в этом, то я только «за». То есть приятно осознавать, что любое должностное лицо, вне зависимости от своего статуса, положения, к нему могут прийти. И задать вопросы, спросить, провести определенные процедуры, связанные со следствием. Если это персональные отношения федерального центра и Никиты Юрьевича, то это вопрос совершенно другой. То тогда надо думать, кому, как, чего. То есть вся вот эта конспирология, теория заговоров, кто пытается там сместить, не сместить, отдельно взятого губернатора. И почему решили такими там средствами. Но это менее интересно. То есть этих интриг уже... Ну вот сам Никита Юрьевич заявляет в своем интервью, что он не пытался анализировать и как бы то ни было трактовать особым способом все происшедшее. Ну он занял разумную позицию, то есть в этой ситуации. То есть зачем думать о том, чего вот так просто так не решить, и все равно никто не скажет прямым текстом. Надо просто продолжать работать. То есть общее впечатление от этого интервью, что Никита Юрьевич Белых действительно зрелый, состоявшийся политик, который знает, как реагировать на любые казусы, которые могут происходить, сопровождать губернаторскую деятельность. Ну его нервам можно позавидовать. Ну он сам сказал, что нервы у меня в этом отношении как канаты. Ну вот собственно все. Интервью такое весомое. Целая пачка сейчас листов передо мной лежит. Но мне кажется, это все, что можно сказать по этому поводу, по поводу интервью. Давайте перейдем к нашим делам областным. Будем говорить о том, что сейчас студенты-медики не хотят ехать в районы. В частности, есть прецедент в Апарино, куда два студента-медика, которые получали стипендию на обучение, которым светило получить социальное жилье, получить подъемное в размере 1 миллиона рублей, ну все блага, которые сейчас реформированное здравоохранение предлагает молодым выпускникам медицинских вузов, они от них отказались и вернули, собственно говоря, все деньги, которые были уплачены районом в качестве стипендии для них. Это показательно? Вы знаете, это вопрос, мне кажется, не только здравоохранения, это вопрос нашей системы образования в целом. Потому что, допустим, вот этот случай именно со студентами-медиками, он, конечно, такой яркий, показательный, и много о чем говорит. Вот, однако, много о чем говорит. Ну вот о чем он говорит этот пример. Не из того, чего мы раньше не слышали. Мы это все знаем, это можно было предвидеть. Да. Тогда, судя следуя этой логике, можно было понять, что любые подъемные, вот эти социальные жилье, в общем, все, что придумали для поддержки молодых медиков, молодых специалистов на селе, это не работает. Ну зачем же так утрировать? То есть отказались там, сколько там, два-три человека, однако, там другие, может быть, соглашаются и продолжают работать. Ну, смотрите, какая ситуация. Ситуация усугубляется, и задел специалистов тает на глазах. По информации газеты «Опаринская сорока», которую подтвердили в администрации, почти все студенты-бюджетники, поступившие в медакадемию по направлению Апаринской больницы и администрации района, подали заявки на отказ от работы по контракту на родине. Это общая системная проблема. Система образования. А сколько у нас педагогов, получая образование педагогическое, не идут в школы? Ну, я не ошибусь, если скажу подавляющее большинство. В школах людей нет, педагогов не хватает. То есть кадры пожилые, молодежь идет крайне неохотно. Что касается других специальностей, тоже. То есть, понимаете... А вся бюджетная, собственно говоря, бюджетная сфера вы имеете? Ну, вся бюджетная сфера, да. Там те, которые технические специальности, там студенты, да, они ищут там себе применение где-то, ну, они идут в основном там на предприятия, бизнес, то есть где более-менее востребованы, и там не так горяча проблема. А вот бюджетные там специальности, и тем более в районах. То есть, понимаете, если мы несколько лет назад там говорили, там, помните, там, те разговоры об укропнении населенных пунктов, там, сокращение, об оптимизации расходов, прочее, прочее. Если в районах, в деревнях не встает людей, вот, то зачем туда перспективному там студенту ехать делать карьеру, там, несмотря на все подъемные и там всю помощь со стороны государства? Нет, но здесь на самом деле такой вопрос встает. То есть мы о чем говорим? О том, что у нас нет общей политики государства по поводу развития территории. Что они хотят сделать? Было заявлено буквально в прошлом году о том, что будет происходить дальнейшая локонизация, будет сокращаться малый населенный пункт, и все население свезут в крупные города. С одной стороны было заявлено, я не помню кем, по-моему, министром экономики, что-то в этом духе финансов. А теперь, с другой стороны, заявляется, что мы теряем наши территории, наши земли, которые пустеют, их могут поднять только деревенские жители. И вот мы выделяем какие-то социальные пособия и разрабатываем социальные программы, чтобы туда население в виде специалистов возвращалось, и там улучшалась демографическая ситуация. Это что такое? Несогласованность действий, отсутствие общей политики по развитию территорий. И отсюда получается, что и в образовании, собственно говоря, преподаватели не знают, на что нажимать, на то, что нужно вернуться, приехать, поднимать, или же стремиться к высотам и вообще уезжать из страны. Понимаете, не существует черного и белого. То есть не существует провозглашенная государственная политика. С одной стороны так, с другой стороны в конкретных случаях может быть совсем все по-другому. Территории, территории рознь. Какие-то территории имеют перспективы, какие-то имеют перспектив на порядок меньше. В каждом конкретном случае, в каждом конкретном населенном пункте живут люди, и эти люди, они чувствуют свои перспективы. Вот что сейчас жители Апаринского района должны почувствовать в связи с такой ситуацией, например. А это уже почувствуется. Что перспектив у них нет. Вот те студенты, они почувствовали, они сделали свои решения. То есть они предприняли там свои решения, они отказались туда ехать. То есть они почувствовали, что там перспективы нет. А все остальные жители, наверное, чувствуют себя примерно так же, но они пока не стоят, или уже не стоят, или еще не стоят перед проблемой выбора. Это сигнал кому? Или, может быть, это сигнал к чему? Это сигнал, в первую очередь, региональной власти, потому что вникать в проблемы конкретных территорий, выставлять приоритеты. Может быть, оптимизация, укрупнение, в каких-то вещах она и бывает оправдана, но, разумеется, не во всех. И, разумеется, надо смотреть и мыслить категориями конкретных проектов. То есть есть территориальный проект развития отдельно взятого района, этот район нужен, значит, в него надо вкладывать абсолютно все районы, все деревни, столько, сколько их есть сейчас, тянуть и в каждом построить водопровод, газопровод, дороги и прочее-прочее. То есть мы понимаем, что нереально, не хватает в нашем дотационном регионе средств, сил, возможностей, кадров, все это поднять ровным слоем по всей территории Кировской области. Разумеется, надо где-то сосредотачивать свои усилия, а от чего-то, как бы не больно было, придется отказываться. Но это все естественным путем должно происходить? Или это все-таки должно быть какое-то властное решение? Это должно быть не властное решение, это должны быть проекты. То есть проект – это как бы законченный управленческий цикл, имеющий свои цели. То есть если необходимо развить какую-то территорию, то надо определить, зачем ее необходимо развить, до какой степени, что на ней должно быть через совершенно конкретный промежуток времени, через год, через два, через пять, через десять лет. В нашей области такие проекты существуют или ощущается их нехватка? Ощущается их нехватка, но они существуют. Усилия региональной власти, они должны быть сконцентрированы на управлении подобными проектами, на стимулировании, на поиск инвесторов для таких проектов. Есть ли какой-то там, ну сейчас утрированный такой пример, да, может быть абсолютно оторванный от реальности, но есть ли какой-то там абстрактный инвестор задаст вопрос и скажет, а я хочу вложить там большую сумму денег, но чтобы вот где-нибудь там в районном центре, то есть не в самом городской черте, а где-нибудь там неподалеку, создать там большое предприятие, которое будет там задействовать местных жителей, но мне нужна там транспортная инфраструктура, мне нужна вот это, 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 то над таким проектом власть должна задумываться и помогать. И насколько я знаю, там переговоры ведутся с разными потенциальными инвесторами, где-то успешные, где-то неуспешные. Вот, какие-то есть вот наметки. Понятно, что это, чем сложнее территория, чем она удаленнее, чем хуже транспортная инфраструктура, добраться туда, тем... Но это основная проблема, о которой было заявлено, когда обсуждается, заявляется, когда обсуждается инвестиционная привлекательность вообще России в целом. Ну, вообще России в целом, это как бы такие, ну, очень абстрактные рассуждения, потому что вся Россия настолько разная. Ну, конечно, Московская область, там хорошо развитая инфраструктура, и то, между прочим, не везде. Так, все-таки, что касается развития территории, я хочу от вас услышать, вы за что? Вы за то, чтобы в дальнейшем проходила урбанизация? Или, например, как вы считаете, общество пойдет по этому пути, все мы будем жить в городах, или все-таки мы вернемся к природе? Сложно строить прогнозы. Как хотите, вы как хотите. Я бы хотел, чтобы наше общество развивалось оптимально. То есть, если есть возможность что-то развить, и какие-то... Должны быть ключевые центры. То есть, вся территория, там, огромные-огромные, там, километры, она не может пустовать. Разумеется, что должна быть, там, внятная, вменяемая сеть, там, населенных пунктов, которые должны покрывать, там, более-менее равномерно, там, всю территорию, там, нашего региона. Понятно, что в этих населенных пунктах должен быть приемлемый уровень жизни, там, нормальные, там, коммуникации, и, там, достойная жизнь людям. Вот. Вопрос, как скалибровать так, чтобы эти населенные пункты, они были, там, относительно количества населения, там, уровень комфорта, там, уровень заработных плат, уровень, там, там, самореализации, там, местных людей. Вот. Вот это вот спорные вопросы. То есть, что оптимально, там, населенные пункты до 5 тысяч человек, там, там, или, там, деревни, там, по 200, там, человек, ну, намного чаще. Вот. То есть, и абсолютно на все территории, или, там, по ключевым веткам, там, допустим, вдоль, там, федеральных трасс, там, или, может быть, там, где есть сельскохозяйственные предприятия. То есть, это... На этот вопрос должны отвечать специалисты. Это вопрос конкретных инвестиционных проектов. Проект. Вот. Просто так, на всякий случай, держать всю территорию, ну, 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 к сожалению, к сожалению, мы не можем себе позволить, там, облагораживать каждый, там, сантиметр, там, территории Кировской области. То есть, опарина без конкретного инвестиционного проекта развиваться не будет? Скорее всего, так. К сожалению, да. Хорошо. В переименовании улиц депутаты хотят взять паузу. Вот совсем недавно у нас в эфире был Антон Русских, который сказал, что он считает, что после переименования второго пула улиц, четыре улиц, сейчас, на следующей неделе, на этой даже неделе, возможно, им будут возвращены первоначальные названия, необходимо сделать определенный перерыв, и, по-моему, где-то даже заявлялось, что до 2015 года. Как вы относитесь, а, первое, коротко, к возвращению старых названий, просто мы с вами впервые общаемся, я не помню, говорили вы об этом или нет, и, б, к тому, что вот сейчас хотят сделать перерыв, достаточно длительный, в два года. Я бы предложил этот перерыв сделать до переименования. Сейчас прям? Да. Почему? Ну, я не понимаю таких тезисов, что вот мы сейчас вот еще четыре улицы переименуем, а потом... Перерывчик небольшой. А потом перерывчик, то есть не будем злить там людей, вот, ну, не надо их сейчас злить. Нет, хотелось бы тогда понять суть. Если мы переименовали 4 и 4, вернули название 4 и 4, теперь сделаем перерывчик, с какой целью, собственно, мы будем через два года возвращаться к этому, да? Понимаете, как бы, тут, вот в этом заявлении, тут есть одна такая интересная особенность. Говорит, ну, да, депутат городской думы, там, он объявляет перерыв, он объявляет переименование, там, извините, как бы, оказывается... Это не его была, не его была инициатива сделать перерыв. Оказывается, в нашем государстве не работают институции, не работают процедуры. У нас кто хочет... Удивительно. Кто хочет, объявляет перерывы, там, кто хочет, объявляет переименование, кто не хочет, тот не объявляет. То есть, понимаете, в отсутствии внятных процедур, там, достижения согласия жителей по спорным моментам, да, у нас происходит просто бардак. Вот, захотели, переименовали, не захотели, там, ну, пусть остаётся так. Захотели, объявили перерыв. Понимаете, это не мнение людей. Люди имеют своё мнение. Они имеют мнение, там, кто-то говорит, что надо переименовывать, кто-то говорит, что не надо переименовывать. Их примерно равные части. Так вот, в том-то и дело, так как вопрос очень горячий, вот, у нас городская власть так и не смогла выработать внятные, прозрачные процедуры, более-менее справедливые, как для одной группы людей, так и для другой группы людей. Может быть, для этого сейчас и берут перерыв, чтобы подумать два года над этой процедурой? Знаете, если бы, там, решили взять перерыв для этого, то так бы и сказали, что, ребята, мы тут решили… Говорите честно. …пересмотреть процедуры. Вот, никто же не говорит о пересмотре процедуры. То есть, какой целью? То есть, сказали, что, ну, хорошо, мы получили, там, кучу разных реакций, там, положили, там, одобрительных… Кого-то запомнили, в конце концов. Да, вот, а теперь берем перерыв, потому что, вот, нам надоело получать реакции из той и другой стороны. Ну, вот, понимаете, ну, это же и есть, как бы, роспись в том, что у нас отсутствуют процедуры и отсутствуют институции, которые бы, там, внятно и прозрачно, понятно для жителей это проводили. Что нам следует теперь от них ожидать, может быть, потребовать от властей? Я не знаю, что от них можно ожидать. То есть, понимаете, как бы… Давайте в этом вопросе. Фантазия людей неистащима. То есть, там, допустим, перерыв объявили, но если, там, послезавтра, там, через месяц придет очередная инициативная группа и предложат, там, переименовать, там, еще поиграть названиями, я не знаю, как, там, отнесутся, скажут, ну, хоть мы и объявляли перерыв вот по этим улицам, а тут вот новые вводные, там, поступили, ну, не знаю. Ну, хорошо было такой пример, например, сейчас, когда люди увидели, как произошло все переименование, что никто не пострадал в финансовом плане от этого, да, собирается инициативная группа людей, которые проживают на одной из улиц, к которой можно вернуть первоначальное название, и говорят, мы хотим, они приходят в совет под пневмой, да, а им говорят, нет, извините, перерывчик. Ну, вот это и есть отсутствие правил. Мне кажется, что необходимо вырабатывать разумные правила, которые бы учитывали, там, мнение многих людей, не только тех, которые, может быть, даже проживают именно на этих улицах, имеют там адрес регистрации в этих домах, вот, но переименование, там, имен улиц, это дело всего города, в принципе. Ну, сама по себе вот эта процедура, прецедент, который возник, это ведь неплохо, наверное, что, по крайней мере, всколыхнуло какое-то общественное мнение, а наш народ не очень привык колыхаться. Я не считаю, что, там, суперцелью любого, там, движения, да, это всколыхнуть общественное мнение, то есть должна быть какая-то польза от того, от другого. То есть, если, там, в определенный критический промежуток, там, нашего политического, настоящего, да, вопрос по переименованию города всколыхнул и отвлек от каких-то других, там, проблем и забот жителей, кто-то от этого получил, там, безусловную пользу, кто-то получил, там, урон, там, моральный, там, этический, вот, кому-то просто неприятно, кто-то запутался в новых, старых названиях. Понимаете, как бы, а вот все вопросы, а как, а что именно произошло, кто пострадал, кто не пострадал, кто как чувствует себя после переименования, ведь, а ведь и не задавали. Судят так, что нет в письменном виде, там, заявлений рассерженных граждан, вот, значит, все хорошо, вот, ну, может быть и так, вот, но это формальный такой подход, то есть, раз никто не обиделся и никто, там, в суд не подал, там, может быть и так. Хорошо, вот, ну, осадок-то остался, потому что работали, там, не совсем понятные процедуры переименования, вот, не совсем понятные, там, кто как вносил, кто за это голосовал. То есть, сейчас власти нужно задуматься, сделать полный анализ и отчет и выложить это все на обзор общественности? Ну да, скорее всего так, но вот еще, там, там, несколько месяцев назад мы, там, в этой же студии беседовали о том, что, вот, у меня было такое предложение, там, по поводу переименования, мы обсуждали это, там, было бы намного честнее, вот, и интереснее, и, там, хотя спорный момент, чтобы, там, желающие переименовать или оставить, там, прежнее название, подтвердили свое желание, там, не просто кухонными разговорами и, там, там, руганью с оппонентами. Письменными обращениями? Нет, не только письменными обращениями. Подтвердили это своим рублем. Ага, это было ваше предложение, понятно. То есть, кто больше всего, там, насобирал денег, вот, то ты такое название и победила. А деньги можно тратить, там, ну, на любые, там, собственно говоря, расходы, связанные, там, с этими переименованиями или увековечивания символов, там, любимых символов. Ну, рублем символическим, наверное, каким-нибудь, а не слишком большими деньгами, каждому по силам. Ну, вот, понимаете, как бы бесплатно, да, бесплатно поспорить на кухнях, все гораздо, вот, а как подтвердить свою идею, достать из кармана, там, рубль, сто рублей, там, тысячу рублей, да, вот, все сразу, а почему мы должны платить? Извините, а кто должен платить? Если вы отстаиваете свои любимые символы, любимые названия, вот, то кто, кроме вас, должен за них заплатить? Да, это Олег Ткачев, член общественной палаты, директор Центра поддержки некоммерческих организаций, мы вернемся через пару минут. Особое мнение на 101FM Эта программа «Особое мнение», меня зовут Светлана Занько, Олег Ткачев, напротив меня член общественной палаты, директор Центра поддержки НКО. Кировчане пожаловались на полицейских 900 раз в истекшем году, в 2012 году. Наибольшее количество обращений было в областном центре, вместе с тем, статистические показатели свидетельствуют о том, что в целом ни в одном из территориальных органов внутренних дел не наблюдается тенденция к росту числа сообщений о нарушениях права граждан сотрудниками полиции. Вот такое сообщение. Как к нему относиться? Ну, так как отсутствует, в этом сообщении отсутствует примерная статистика по прошлым периодам, было бы, конечно, интересно сравнить, раньше на еще милицию жаловались чаще или реже. То есть сравнивать до реформы и после реформы? Да, до реформы, после реформы. Кого любят больше, милиционеров или полиционеров? Да, это в общем, там, допустим, у управления внутренних дел сменился руководитель. Интересно было бы сравнить там вот эти периоды, то есть там до смены руководителя, после смены руководителя. То есть вообще факт обращения жителей в органы внутренних дел может говорить о разных вещах. То есть это может говорить как и о повышающейся грамотности населения. Мы больше знаем, благодаря чему? Благодаря тому, что в СМИ программы проходят, мы видим разоблачительные там какие-то передачи. То есть, понимаете, обратиться ведь тоже надо, написать официальное обращение, то есть чего у нас, ну, патологически там избегают, там, подавляющее большинство граждан. Отстаивать свои права мы не привыкли. Да, то есть написать там жалобу на деревню дедушки, это да, там, пожаловаться президенту на всех сразу, это можно, там, вольным текстом. А там изучить, там, пару статей, обратиться там по форме, ну, то есть соблюсти обязательные атрибуты, а может быть это и должна быть и не жалоба, а просто там запрос на разъяснение. Ну, там много существует форм. Это могут делать там немногие люди, вот, и если, допустим, количество обращений увеличилось, это может говорить о том, что грамотность людей повышается. Также это может говорить о том, что повышается уровень доверия, вот, или понижается, я не знаю. То есть, так как нет такой временной статистики, да, можно было бы говорить о понижении или повышении уровня доверия к органам внутренних дел, к статусу полицейского, там, к статусу, там, полицейского начальства, то есть искать правды, там, полицейского начальства. То есть, если раньше, там, вот, интересно, ведь, допустим, на органы внутренних дел обычно, то есть на действия государственного органа жалуются в прокуратуру, вот, а сейчас вот в этом сообщении, там, 900 обращений было именно в УВД. То есть, это, а сколько было в прокуратуру на действия сотрудников, там, управления внутренних дел? Ну, интересно было бы сравнить, вот, динамику, там, двух цифр, сколько обращались по поводу тех же самых действий туда и туда. Там, там, а следственный комитет, там, ну, о разном это может говорить. Вместе с тем, вот, невооруженным взглядом видно, что, там, процессы идут, там, люди начинают активно участвовать в программах, там, охраны общественного порядка. То есть, это и независимо... Это вы сейчас про добровольные народные дружины говорите? И про добровольные народные дружины, и, там, про, там, такие акции, там, такие инициативные группы, как «Ночной патруль» и прочее. И вот эти инициативы, то есть, начинаясь, как бы, просто с инициатив, там, на... по громким поводам перерастают какую-то более системную работу. Вот, и это уже деятельность, там, самих граждан, вот, где они повышают, и, там, уровень своей компетенции. Можно это назвать вообще системной работой? Те два примера, которые вы привели, ДНД и «Ночной патруль». Системная работа чьей? Вот чьей? Вот. Это системная работа. Это системная работа, но вопрос, как бы, чья системная работа? Если говорить, там, о государственной структуре, да, ну, государственной системе, то это не совсем, как бы, работа государства. Ну, вот. Люди востребуют такие формы проявления гражданской активности. Сами граждане? Да, сами граждане. Нуждаются в этом? Да, они в этом нуждаются, и, там, рано или поздно находится, там, какой-нибудь, там, буйный человек, который, там, созывает, там, в социальных сетях и говорит, там, ребята, а давайте, вот, пойдем. Это вы сейчас Сергея Косолапова имеете? Ну, в том числе, да. Вот, но он ведь не один, там, то есть, ну, я видел, там, достаточно много всяких разных людей. А вы участвовали? Да, я участвовал, ну... Где, в «Ночном патруле»? Да, да. Так. То есть, я посмотрел на людей, то есть, это абсолютно разные люди, вот, абсолютно, там, с разными, там, мотивами пришедшие. Какой мотив первенствует здесь? Что людьми руководить в основном? Ну, в основном, как бы, это такая, там, пассионарная сущность, то есть, люди хотят что-то изменить. Это хороший мотив? Да. 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 Безусловно. Люди хотят что-то изменить в том городе, где живут. И это хорошо. То есть, они пытаются это сделать, там, своими руками, своими силами, вот, и по необходимости прибегают, там, к официальным органам правопорядка, и, там, если встречают отклик и понимание, то продолжают эту работу дальше, и, там, как-то отношения складываются. То есть, те же самые, я видел эволюцию людей, там, мне всегда интересно, вот, как зарождаются инициативы, как они развиваются, там, и что происходит с теми людьми, которые в этом участвуют. То есть, ну, вот, посмотрите, да, Сергей Косоватов, он осознал свою значимость и метит, но не больше, не меньше, как губернатор. Дело не в самом Сергея. А в чём? Больше интересны, там, те люди, которые, там, поддержали, там, идею, и к чему они идут, там, дальше, там, Сергей, он, ну, чего, Сергей, Сергей просто человек. Как и все мы. Да, у него есть, там, свои какие-то амбиции, эмоции, там, свои нравознания. Но, однако, он был вдохновитель, организатор, правильно? На него равняются? Ну, не только на него. Там, 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 есть несколько, там, там, и лидеров, и, там, организаторов, администраторов, то есть, это коллективная работа. Я к тому, что не хочется потерять Сергея, чтобы, например, тот же ночной патрулью не канул в лету, например, если будут другие интересы у лидеров и организаторов. Вот, в связи с этой инициативой, если Сергей займется чем-то другим, вот, мне интересно, ночной патруль останется, вот, ночным патрулем, вот, и те люди, там, продолжат, там, вместе, потому что, потому что они так думают, мыслят и способны саморганизировать. Тогда это будет показательно, да. Или, как бы, там, с уходом, допустим, Сергея, там, 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 все развалится. То есть, вот, это вот ключевой вопрос, то есть, инициатива, завязанная на личности, или это становится, как бы, системной работой института. То есть, создается новый институт, вот, он начинает функционировать, и, там, самовоспроизводится новое себя. Вот, то есть, очень тонкий и очень важный момент. Если, там, работа такого института, там, перестает зависеть от, там, роли личности, конкретной личности… — Такого развитого гражданского общества. — Да, да, да. Вот поэтому, вот, вот, подобные примеры, они мне всегда очень интересны, вот, и интересно, кто движет теми людьми, которые там находятся. Вот, посмотрев на многих людей, которые, там, из того же ночного патруля, я могу сказать о том, что, там, точка, тогда, когда они входили, там, начинали эту деятельность, и то, кем они являются, и как они ведут себя сейчас, это, там, разные вещи. То есть, люди для себя поняли очень много важных вещей, вот, они поняли, там, какие-то процедурные вещи по взаимодействию, там, по взаимоотношениям, там, с государственными органами, с теми же, там, структурами УВД. Вот, вот, они стали более, там, там, ответственны даже, ну, в своих, там, каких-то действиях. То есть, в том числе, это и воспитывает тех людей, которые в этом участвуют. Вот, то есть, и это немаловажный фактор. Там, подобные инициативы стоит оценивать не столько, там, сколько пьяных водителей поймали. Вот, ну, такой сухой остаток. В сухом остатке остаются еще и, там, те вещи, которые вынесли те люди, которые, там, участвовали. То есть, они изменили, там, свое поведение и свое мнение по каким-то вещам. Вот, они стали жить немножко по-другому. Вот, и это тоже... Да, это вы ответственно заявляете. То есть, вы просветили это все, да? Я просто чувствую, что назрела очередная встреча со всеми, кто участвовал, ну, с представителями участия, с участниками ночного патруля, потому что то, что вы сейчас говорите, оно ведь самое ценное, действительно. Ну, там сейчас существует, там, новое предложение уже, там, там, некая программа, там, безопасный город. Вот, вот, я надеюсь, что, там, все сложится, там, благоприятно, и эта, там, группа, она вырастет и сможет, там, осилить то, там, чего, там, задумывает, там, новые, там, планы. Ну, все пока очень расплывчато, да? Ну, пока, пока, да, пока еще нет. И вот здесь еще последний вопрос, буквально прямой сразу ответ. И тут будет зависеть от того, что есть лидер или нет лидера, или зависеть будет от чего? Как всегда, все будет зависеть от многих факторов. Понятно, хорошо. У нас осталось буквально две минуты, коротко. Об Утнинской ребенку-инвалиду отказали в посещении детского сада. Двухлетнему мальчику неправомерно отказала комиссия при районной администрации, об этом сообщили в облпрокуратуре. Ну, как юридический факт, что отказали, ну, не должны были отказывать, там, прокуратура признала нарушение закона. А вообще, просто мутнинские педагоги расписались в том, что они не знают, там, что делать с этим ребенком. Я не знаю степень, там, тяжести инвалидности, там, я не знаю конкретных обстоятельств, но, тем не менее, законом подразумевается, что вот инклюзивное образование, там, любой ребенок-инвалид может наравне ходить в обычный детский сад. И вот здесь-то как раз самая большая проблема, наоборот, возникает. То есть, хорошо бы, чтобы после такой новости последовало, опять же, разбор полетов, да? В чем проблема? Мне кажется, что в данном конкретном случае, там, проблема в том, что не сплели требования закона, и, там, решили, там, перестраховаться, там, как бы чего ни вышло. Если мы до сих пор не слышали, там, других вопиющих, там, каких-то там случаев, что произошло что-то плохое, вот, то, наверное, нет такой большой проблемы. Я понимаю весь скепсис по поводу, там, кадровой составляющей наших дошкольных учреждений. Но, тем не менее, я не слышал пока ни одного примера, чтобы в обычный детский сад, там, не какой-то там элитный, да, вот, привели, там, ребенка, там, с инвалидностью, и произошло что-то плохое. Ну, я, честно говоря, тоже со своей стороны не видела, чтобы дети-инвалиды учились в детских садах. То есть, я не все детские сады, конечно, посещала, но в своем опыте родительском могу сказать, что я даже не представляла себе такого, что в обычном детском саду могут учиться дети-инвалиды. Потому что как раз, как раз в силу того, что вы обозначили, в силу кадрового вопроса. А почему нет-то? Потому что, чтобы работать в инклюзивном образовании, необходимо иметь очень высокую специализацию. Это достаточно тяжелый труд. Ну, какую специализацию? То есть, давайте не делать, как бы, пока проблемы нет, вот, не будем, там, там, создавать несуществующие проблемы. Ну, вы сами только что сказали, что вот уже, пожалуйста, сами воспитатели, учителя детских садов, они расписались в своем бессилии, работать с такими детьми. В конкретном случае, да. В конкретном, да. В конкретном случае, да. Но таких случаев, там, к счастью, немного. Что говорит о том, что, может говорить о том, что, там, все остальные справляются. Вот, и знают, что делать, вот, и ничего страшного не происходит. Хорошее такое, оптимистичное завершение нашей программы. Это особое мнение Олега Ткачева, член общественной палаты, директора центра поддержки НКО. С вами была Светлана Занько. Всего хорошего. До свидания. До свидания.